Мы подготовили памятку, что необходимо помнить телезрителям, всех, кто нас сейчас смотрит, что делать при летней ангине. Давайте обратим внимание, запомним, что это постельный режим, так как мы сейчас обсудили, что ангина заразна. Изоляция все-таки в течение какого количества дней должна быть? Или температура, может быть, станет нормализацией? Значит, по изоляции это однозначно должно быть не меньше 10 дней. Это количество времени, пока он принимает антибиотик. А после 10 дня, если норма температура, тогда уже, и если доктор сказал, что все хорошо, ничего не беспокоит, пожалуйста, можете изоляцию снимать. Я вообще хочу обратить внимание, что вот эти советы при ангине, которые вы сегодня видите на экране, это является фактически базисной терапией, то есть самой базисной терапией основной, которая необходима при боли в горле. И не только бактериального, но и вирусной природы. То есть вот постельный режим, изоляция. Потому что да, мы же говорили про изоляцию. Я здесь не соглашусь немножко как инфекционист в сроках изоляции, потому что если это вирусная природа, это одно. Например, если это боль в горле, которая вызвана ковидом, то здесь сроки изоляции могут быть совершенно другие. Если это бактериальный процесс, значит антибиотикотерапия, то это может быть 3-5 дней достаточное. Мы про что говорим сейчас в изоляции? Чтобы не заражать окружающих. И про это же отдельная посуда, отдельное полотенчика. Для самого человека очень важно соблюдать постельный режим, ограничивать свои перемещения. Некоторые спортсмены как можно быстрее бегут в спортзал, некоторые родители как можно быстрее отправляют детей в школу. Вот мы здесь говорим даже не столько про строгий постельный режим, сколько про такой режим, который ограничивает вот эту вот активность. И все это, конечно, контролируется с врачом. То есть это вот база, и дальше вы с врачом обсуждаете те или иные моменты в этом списке. Маленький вопрос. Родственники должны ходить в маске? Вот девушка на экране болеет. Это мечта инфекциониста. Мечта инфекциониста. Ну так мы об этом попросим наших телезрителей, пожалуйста. Чтобы все ходили в масках. И действительно, когда был ковид, помните, начало, когда не было лечения, мы так и прописывали, кормите этого в маске и убегайте подальше.